Делать такую соль сами в домашних условиях стоит почти 3 копейки И магниевые ванны показаны и взрослым, и детям При абсолютно любом нервном напряжении, перенапряжении, проблемах со сном Противопоказаний на самом деле не так много И запах пота, и акне, и высыпание раздражения И даже если есть экземы, например, или аллергики То магниевые ванны показаны Всем привет! С вами Ксения Черная И вы смотрите канал про здоровье Мы как-то в одном из видео спрашивали, рассказать ли вам про магниевые ванны Видимо, когда снимали видео про сам магний И вы все ответили, что вам это интересно Магниевые ванны – это суперсредство при огромном количестве симптомов и состоянии Для всех подписчиков нашего канала я приготовила специальный подарок Вместе с командой мы приготовили инструкцию, следуя которой вы можете избавиться От всех проблем, связанных с состоянием вашей кожи Чтобы получить подарок, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео И вы получите подарок в ту же секунду совершенно бесплатно Но для начала расскажем, что же такое магниевые ванны, откуда они появились А на самом деле появились они очень давно И магниевую соль или эпсом соль, как она по-другому называется И, конечно, когда мы говорим про магниевые ванны Имеется в виду, что мы в обычную ванну добавляем магниевую соль Что такое магниевая соль? Вообще, ее добыли в первый раз очень-очень давно, в 1695 году Методом выпаривания соли из воды близ английского города Эпсом Поэтому она и получила название Эпсом-соль Смысл соли в том, что она на 99% состоит из сульфата магния Поэтому на вкус она имеет такой прям ярко-горький вкус И сейчас мы можем покупать либо непосредственно готовую Эпсом-соль Это когда соль содержит 99% сульфата магния Либо сделать такую соль сами в домашних условиях Стоит почти 3 копейки Покупаем пакетик сульфата магния в аптеке Покупаем обычную морскую пищевую соль И таким образом мы смешиваем сульфат магния с обычной пищевой морской солью Для смягчения, если, например, сильно хлорированная вода Мы можем добавить еще в соду Но все пропорции мы дальше выведем на экран Чтобы вы знали, как сделать в домашних условиях магниевую ванну Самое важное, для чего нам нужно делать магниевую ванну Мы снимали уже много видео о том, что магний – это невероятно полезный микроэлемент Что он отвечает за более чем 600 биохимических реакций в нашем организме Это и наша нервная система, и это и расслабление, и работа желудочно-кишечного тракта Это и смыкание сфинктеров, и работа с запорами Но самое важное, когда мы делаем магниевые ванны Наш магний поступает в кожу трансдермально Это значит сквозь кожу Усваивается такой магний просто прекрасным образом И магниевые ванны показаны и взрослым, и детям И для деток это, кстати, отличный способ восполнения дефицита магния Сейчас я скажу все назначения использования магниевых ванн И я думаю, что вы с этого времени периодически курсами будете делать их и себе, и детям Так вот, конечно, если сразу же сделаю ремарку Если речь идет об огромном дефиците магния У вас и очень сильный стресс, и вы пожизненно страдаете запорами То, конечно, это не тот уровень магния, который можно восполнить с помощью трансдермальных ванн Но это нам поможет в огромном количестве случаев и симптомов Так вот, когда показаны магниевые ванны? Во-первых, при абсолютно любом нервном напряжении, перенапряжении, проблемах со сном Это касается и взрослых, и детей Возможно, ребенок гиперактивный Ему тоже показаны магниевые ванны Магниевые ванны принимаются за 40 минут, час перед сном Температуру воды, мы все это пропишем Количество соли на одну ванну Это принципиально важно, потому что нельзя ложиться в горячую ванну Также я расскажу про противопоказания, это тоже имеет большое значение Так вот, если есть предминструальный синдром Если у вас есть судороги, например, сводят по ночам судороги Или такой синдром беспокойных ног Тоже показаны магниевые ванны Магниевые ванны улучшают кровообращение, поэтому они показаны при варикозном расширении вен Магний непосредственно участвует при детоксификации организма Он связывает углерод, а углерод у нас отвечает за стабильность токсичных веществ Поэтому, когда вы, допустим, проводите какие-то детокс-программы Или знаете, что у вас есть интоксикация организма Например, отравление Или даже когда вы болеете ОРВИ и ОРЗ Тоже показаны делать магниевые ванны Потому что это помогает снять интоксикацию И очень-очень быстро через кожу вывести токсичные вещества Так как у нас магний работает с детоксом и с лимпатической системой То эти ванны показаны при отечности Кроме этого, магний нормализует работу сальных желез Поэтому, если у вас есть неприятный запах пота Или, например, у вас есть акне То магниевые ванны также показаны Ну и, конечно, если у вас есть любые проблемы с перенапряжением Не важно, это головная боль Либо напряжение в мышцах, либо боли в суставах То магниевые ванны также показаны Противопоказаний на самом деле не так много Но магний может влиять на давление Поэтому при сердечно-сосудистых заболеваниях При гипертонии второй и третьей степени И еще два показания Онкология и туберкулез В магниевой ванной нельзя Всем остальным можно Единственный вопрос Что если вы тревожны Либо, возможно, у вас было пониженное или повышенное давление То первое время, когда вы начинаете принимать ванны Погружайтесь, пожалуйста, по пояс То есть область сердца вы не погружаете Я, например, погружаюсь полностью Но, смотрите, возможно, вы ванны делаете первый раз И чтобы не было тахикардии, учащенного сердцебиения Тогда лучше начать принимать ванны вот по такой уровень Детки, например, у меня Платон просто плавает в этой ванне Совершенно спокойно, никаких проблем нет Мы дадим всю раскладку по эпсом соли И по соли, если вы делаете самостоятельно здесь Напомню, что температура должна быть 38-39 градусов Это не горячая ванна Время приема ванны в среднем 20-30 минут Курсом делаете ванны 10-15 ванн Потом можно делать небольшой перерыв Одну-две недели И таким образом еще делать ванны Если вам подходит, что вы ванны будете делать По запросу, при стрессе, по необходимости Ничего критичного в этом нет Ванны, напомню, делаются и взрослым, и деткам Абсолютно при любых показаниях Каждый день надо это ванну делать? Да, но если ты курсом делаешь То есть у тебя есть те симптомы, которые я перечислила То ты делаешь прям подряд каждый день 15 дней То есть делать можно по необходимости Был день, например, с перенапряжением или еще что-то Ты пришел домой и принял магниевую ванну Или, например, ты спал-спал-спал Потом у тебя нарушился сон вдруг, например И ты думаешь, так-то все, мне надо курсом попринимать магниевую А получается магний через кожу впитывается как-то хорошо? Трансдермально, это называется трансдермально Есть даже же магниевое масло, например Тоже деткам хорошо Ты прям спреем брызгаешь на спинку, на ножки Вот он может пощипывать при большом дефиците Потому что сам магний такой горьковатый И вот вообще трансдермальная форма одна из самых лучших Ну поэтому в санаториях делают вообще разные ванны Её добромные, любые там пантовые, которые я делала в санатории Потому что через кожу, естественно, кожа наш самый большой выделительный орган Ну и не только выделительный, но и принимательный Поэтому вот как раз-таки при любой интоксикации Абсолютно при любой Поэтому и запах пота, и акне, и высыпание раздражения И даже если есть экземы, например, или аллергики Вот, то магниевые ванны показаны А я недавно видел в магазине эту тканевую маску Для лица с типа насыщенным магнием и так далее На лицо ок или не ок? Ну ок, но ты просто площадь пойми Включение магния Ну то есть это очень маленькая площадь А магний влияет как-то на красоту, на эпителий? На все, вообще на все влияет Так может быть смысл в том, что на лицо накладываешь? Я думаю, что да, но это будет внешний небольшой эффект Я за то, чтобы мы принимали трансдермальный магний по показаниям Это такая большая палочка-выручалочка Но если, Коль, еще раз, если дефицит большой То это прием нутрицептиков То есть магний не поступает в количестве 800-1000 мг Даже благодаря магниевой ваннам Все-таки это меньшая дозировка Поэтому вот в данном случае Так может быть просто пить нутрицептики, а не ванны принимать? Можно, можно У нас сейчас у половины людей вообще ванны нет Все с душевыми кабинами, например Поэтому может так получиться, что ты не можешь сделать магниевые ванны Хотя ты в санатории, например, если ездишь Вот как у нас ездили многие в Чехию И там, где донат с магнием, например, тоже Да, есть санаторий, где ты только принимаешь курсом Постоянно пьешь воду с магнием Это все стимулирует желчаток И принимаешь магниевые ванны И вот тебе оздоровление А как узнать то, что у тебя ок или не ок с магнием? Можно сдать анализы Анализы на магния? Да, многие говорят, и я согласна, что на 100% магний по просто анализу крови сложно понять Но на самом деле можно Важно знать оптимальные значения Мы это все проходим на вебинаре лаборатории женской красоты и здоровья Приходите обязательно Мы изучаем всю лабораторную диагностику И все признаки дефицита магния Это может быть непосредственно анализ на магний Может быть анализ на щелочную фосфатазу Которые тоже являются показателем дефицита магния И тогда вы точно сможете знать Есть ли у вас дефицит магния Спасибо, что смотрели это видео до конца На самом деле это максимально простой Эффективный способ восстановления здоровья И пользуйтесь им Это делать недорого Особенно если вы покупаете просто сульфат магния и соль Если кто-то делал ванны с магнием Поделитесь, пожалуйста, своим опытом С вами была Ксения Черная И вы смотрели канал про здоровье Субтитры сделал DimaTorzok